Приветствую вас, дорогие! Хочу сегодня с вами поговорить о сыроедении и о том, как правильно переходить на сыроедение. По-моему, у меня даже когда-то было такое видео на канале, но это было старое видео, и сейчас всё равно информация постоянно обновляется, поэтому я решила ещё раз записать это видео, поскольку у меня очень часто спрашивают, вот как правильно перейти, потому что очень часто у людей бывают срывы, а поскольку я была на сыроедении 3 года, и у меня всё было прекрасно, я, естественно, могу дать советы, как избежать срывов, вот. Опять же, это только мой опыт, возможно, он не подойдёт вам, но всё же вы можете это сделать, можете попробовать. Сразу скажу, что сейчас я не на сыроедении, и объясню, конечно же, почему. Ну, во-первых, я была 3 года на сыроедении, и я заметила одно «но». Во-первых, скажу, плюсы сыроедения сразу. Очень много энергии, хорошо очищается кожа на лице, иммунитет супер, вот. Правда, я устойчивость к холоду не почувствовала, вот. Так же и к жаре тоже. Никаких абсолютно аномалий в этом смысле у меня не происходило. Плюс я перешла на полувегетарианство, полусыроедение не из-за каких-либо проблем со здоровьем. У меня как раз никаких проблем со здоровьем не было. Как знаете, многие пишут, ой, я стала падать в обморок, ой, а у меня началась какая-то редкая болезнь костей, ой, а у меня там вообще редкая болезнь крови. Я в это, честно, всё не верю. Я думаю, что это точно не из-за сыроедения. Но расскажу, что было у меня из-за сыроедения, и почему я решила перейти. Проблема на сыроедении. У меня отряхлела кожа на бёдрах и на попе. Нельзя сказать, что у меня начался целлюлит, но у меня стала дряхлая кожа. И это я заметила ещё у одной своей подруги, которая тоже очень худенькая, у неё очень сильно отряхлела кожа. Я говорю, что, извини, с твоей попой ты заметила, что у тебя что-то не то. А она ещё, как я, любительна заносить короткие шорты, поэтому я сразу же это заметила. И она говорит, вот представляешь, когда я перешла на сыроедение, у меня такое началось. У меня то же самое началось. Поэтому я из-за чего уж пошла заниматься спортом. Именно из-за этого. Потому что я подумала, что мне, наверное, поможет только спорт. Я ещё думала оставить в попу силикон, если честно, потому что я поняла, что только если натянуть кожу, то что-то получится. Потом, когда я узнала, что там нужно на операции лежать полностью без трусов, у тебя видит вся команда хирургов на раскоряку, я подумала, нет, спасибо, это не для меня. И решила пойти в спортзал. И, конечно, мне это помогло, да, но когда я занималась спортом, я постепенно стала переходить обратно на вегетарианство. Я очень полюбила овсянку варёную и так далее. Хотя сейчас я просто запариваю её. Сейчас я могу сказать, что я на 80% сыроед и на 20% я вегетарианка. Потому что я пью кофе, я пью чай, я ем кашу, иногда я делаю отварные овощи. Но в основном, конечно, у меня сырая пища. Но у меня проблема благо с этой дряблостью, с целлюлитом, всё полностью пропало. Поэтому мне чистое сыроедение не подошло. Возможно, оно бы сейчас со спортом не подошло, я не знаю. Но я поняла для себя, что не так важно прям 100% быть сыроедом. Самое главное, это реально классно себя чувствовать. Я сейчас себя очень хорошо чувствую. Теперь расскажу, как я переходила на сыроедение. Я это делала очень постепенно, так же, как я переходила на вегетарианство. Я никогда себе не ставила цель такой «всё, с завтрашнего дня я вегетарианка, не ем то, не ем это, не ем это». И типа суперсила воли вот такая. У меня нормальная сила воли, но я понимаю, что ставить какие-то эксперименты над организмом и принимать какие-то радикальные решения – это супернемудро. Поэтому я всегда всё делаю очень плавно. Когда я переходила на вегетарианство, вначале я отказалась от грубого мяса. Какого-то, как телятина, свинина. Вот. И я стала есть только птицу. После птицы я отказалась уже от рыбы. Но у меня где-то полгода было. Полгода я не ела там грубое мясо, потом я полгода не ела курицу, потом полгода я не ела яйца, полгода я не ела рыбу. И так постепенно, по чуть-чуть убирала. Не сразу там яйца, мясо, рыбу, всё. Я вегетарианка. Я делала постепенно. Так же и с сыроедением. Я всё делала постепенно. Я постепенно сокращала варёную пищу. Например, я могла сделать себе салат, и при этом я делала салат с консервированной фасолью. Всё остальное у меня полностью сырое. Фасоль консервированная. Вот. Или же, например, я ела какое-то блюдо полностью сырое, и чуть-чуть отварных макарон капельку. Или там какой-то каши. И у меня не было такого, что прям, знаете, резко я перешла, и мой организм в шоке, в стрессе, какие-то срывы. Я, например, если чувствую, что мне тяжело, я беру чуть-чуть больше отварной пищи добавляю. И со временем мой организм, он стал отторгать отварную пищу сам. Именно не то, что я себя заставляла. Вот я против того, что вот человек из-за каких-то убеждений начинает заставлять своё тело чего-то не делать. Я лично искренне считаю, что когда у вас присутствуют осознанные убеждения, ваше тело само перестаёт этого хотеть. То есть вы не заставляете себя, а по ночам вам снятся сны про какие-то торты. Вы действительно их не хотите. Вот я к такому подходу ориентирую вас, чтобы вы осознанно ко всему подходили. И когда это реально у вас уже в психологии прописалось, ваше тело само начинает отказываться от этого. То есть у вас не возникает никакого желания, что-либо каких-то радикальных решений. У меня некоторые говорят. Вот я, к примеру, не могу так, чтобы по чуть-чуть. Я, например, если бросаю, то всё сразу. Я в этом с вами соглашусь, но только по поводу вредных привычек. Я на 100% уверена, что бросить алкоголь нельзя постепенно. И курение тоже нельзя бросить постепенно. Это да. Это надо бросать сразу. Но это для вашего организма и не полезно. Он и не испытает особенно стресс. В основном вы испытаете психологический какой-то дискомфорт, так как это всё-таки больше психологическая зависимость, чем физическая. И вот когда я бросала, например, кальян, сигареты, алкоголь, то я бросала сразу. Это да. Но когда мы говорим о перестройке нашего питания, здесь совсем всё по-другому. И многие люди, даже смотрите, они не могут даже найти для себя баланс правильного питания, потому что они привыкли к пищевому мусору. Они разбаловали свои пищевые рецепторы. Так как же вы хотите перейти на сыроедение? Это просто. Вначале нужно переходить на вегетарианство и подождать хотя бы пару лет. Хотя бы. После этого обязательно отказаться от пищевого мусора. Потому что, смотрите, если ваши пищевые рецепторы очень разбалованы, и они привыкли к каким-то добавкам, к каким-то суперусилителям вкуса, и тут вы переходите на сыроедение, у кого угодно будет сыроедение, даже если у вас суперогромная сила воли, потому что, ну, блин, наш организм, по сути, он, грубо говоря, многими даже управляет. Хотя, конечно, нами должен управлять дух. Это все равно, что сравнить с повозом лошадьми. Например, должен управлять кто? Тот, кто человек, то есть извозчик. Но уж точно не лошади его везут, а он такой смотрит, куда его повезут лошади. Так и тут. Вы должны управлять своим телом. Но не нужно ставить тело в какие-то суперэкстремальные условия. Потому что это тело, оно обязательно даст сбой. Оно не будет вот так вот, знаете, просто брать и слушаться вас. Наше тело вы должны дрессировать. Так же, как и в цирке, например, животных дрессируют, как они называются, я не знаю, уже некоторые русские слова стала забывать, дрессировщики. Они дрессируют постепенно, да? По чуть-чуть. Они дают сначала более что-то простое, потом усложняют. Усложняют, когда видят, что животное поддается дрессировке. То же самое делаем с телом. По чуть-чуть. Так же и мы с силой воли развиваемся. По чуть-чуть, понемножку. Поэтому я лично советую вам в начале 50 на 50 сырое, вареное. Посмотрели, как организм реагирует? Если уже стало просто, ваш организм хочет больше сырого, берете 60 на 40. Смотрите, сколько это, месяц, полмесяца, может быть, полтора или два. Потом берете 30%, к примеру, вареного и 60 уже сырого. Смотрите, как ваш организм адаптируется. Когда он уже адаптировался, вам реально уже это легко есть, вы чувствуете кайф от этого. Вы можете уже дальше подумать, может быть, 20% вареного оставить и, к примеру, 80% сырого. Как я сейчас, например. Я не вижу смысла питаться только одними сырыми продуктами, потому что я вообще правильно питаюсь. Я не вижу смысла, вот, вы знаете, такие радикальные способы, когда человек, он суперрадикальный, он прямо махровый, такой ортодоксальный, я сыроедный, 100%, я вот против чая, против кофе, против того. Я считаю, что нужно искать баланс внутри своего организма. Если ваш организм говорит «да», значит, это самое главное. Не нужно там слушать, что если вы не перейдете на 100% сыроедение, вы там не почувствуете того-этого. Честно, я не заметила после того, как я через 3 года пришла и стала чуть-чуть вегетарианкой, ну и так же оставалась сыроедом, я не заметила вообще никаких изменений, вообще никаких. ни в самочувствии, ни в ощущении, ни в энергетике. Единственное, что у меня улучшилось тело. У меня очень сильно улучшилось тело, может быть, это из-за перехода, но все-таки 3 года я уже была на сыроедении, у меня была такая дряблая кожа. Это было ужасно. И вы знаете, такое впечатление, у меня раньше такого не было. Знаете, когда ты трогаешь тело, оно было очень мягкое. Мне это безумно не нравилось. Я когда пришла в спортзал, я сказала своему тренеру, я пришла, что помогите мне сделать тело, чтобы оно было как камень. Вот сейчас у меня, к счастью, тело как камень. Реально трогаешь, очень твердое, ноги трогаешь, такие твердые, попа твердая, это классно. Но когда я была на сыроедении, у меня все такое было мягкое, как будто сделано из ваты, как будто бы у меня вообще не было мышц. Это единственное, почему я... Что ж, дорогие, я надеюсь, мой опыт был для вас полезен. Вы ко мне прислушайтесь и не будьте для себя принимать никаких радикальных решений, потому что это нехорошо. Это какие-то эмоциональные, поспешные решения, взять себя на слабо, лучше всего себя дрессировать, потому что тело – это животное. А наше самоосознание – это как раз то, что делает нас человеком. Это как раз то, что нас дисциплинирует. Это наши мысли, наше понимание себя. Мы не просто кусок мяса, и в то же время мы не можем взять и предложить этому куску мяса суперрадикальное решение. Мы должны этот кусок мяса, это животное, непокорное, постоянно тренировать. Мы должны быть хитрее. А тело очень легко обхитрить на самом деле, но нужно постепенно идти к своей цели. Что ж, дорогие, удачи вам, любви и света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok